У души есть три энергии. Есть энергия счастья, есть энергия знания, есть стремление к вечности. Стремление к вечности, стремление к счастью, стремление к знанию. Душа всегда нуждается в этих вещах. Мы всегда хотим счастья, мы хотим всегда знания, и хотим всегда здоровья или там жить всегда хотим, вечности мы всегда хотим. Если человек, каждый человек имеет в своей судьбе одну из трех задач, как главную, неважно, мы сейчас не привязываемся к полу, мы говорим о личности. Допустим, один человек, он стремится к знанию, у него такая цель, допустим, стремится к знанию. В этом случае, если он в этом мире счастье хочет обрести, а не душевного счастья, не внутреннюю жизнь он культивирует, а внешнюю жизнь, тогда это стремление к знанию, оно порождает, оно соединяется с эгоизмом человека. И человек в результате становится амбициозным, гордым, обидчивым, гневливым, раздражительным, неспособным терпеть чужое мнение. Он становится перегреваться, начиная с точки зрения здоровья, у него появляется воспалительное заболевание в организме, у него появляется нетерпимость к солнцу, потому что это та же самая энергия знания от солнца идет, энергия огня, огненная энергия. Человек становится неусидчивым, ему тяжело терпеть обстановку какую-то, у него появляется повышенная чувствительность к факторам природы, развиваются аллергические заболевания. У него появляются какие-то воспалительные процессы кожных заболеваний в организме, которые не сухую природу имеют, а влажную, например, экземы и так далее. Болезни глаз связаны тоже с огнем, огненную природу. Глаза видят огонь же, что мы видим? Огня нет, мы ничего не видим, правильно? Свет это что такое? Свет это что такое? Это огонь. Если мы огня нет, значит темно, мы ничего не видим, глаза не видим, они связаны с огнем, с огненной энергией. Огонь означает знание. Что такое знание, энергия знания? Это стремление поменять что-то в своей жизни. Поменять, понимаете? С помощью знания человек меняет свою жизнь. Вот, допустим, я не знаю, как мне выйти замуж. То есть не хватает определенной энергии огня в сознании. Огонь трансформирует все. Допустим, взять два, две молекулы. Для того, чтобы они соединились, нужен огонь. Нужно их подогреть. Так? Или химическая реакция должна возникнуть. Реакция означает, что огонь возникает в результате самого соединения. То есть он уже есть, этот огонь в них, надо просто их соединить, и тогда происходит этот взрыв, который соединяет. Другими словами, огонь нужен для того, чтобы одно менять на другое. Есть такое, есть огонь любви, допустим. Я не могу соединиться с тобой в личной жизни, потому что у меня к тебе холод. Нету огня. Не склеиваемся мы с тобой. Не склеиваемся. Но огонь возникает и знание. То есть, чтобы склеиться, нужно друг друга понять. Знание возникает в результате служения. Человек служит другим, и он понимает. Но что такое амбиции? Амбиция означает, что я не хочу другим служить. Я заставляю других служить себе.